Привет! Сегодня, друзья, монтируем камин Бавария Тристиква вот в этом доме из бруса. Мы приготовили дымоход УМК, термозащиту, декоративные панели Ничиха и, конечно, сам камин. Это мы еще не успели освободить его от транспортировочной упаковки. Монтаж интересен тем, что дымовая труба хоть и будет идти по внешней стене дома, все же пройдет через свес кровли. Кстати, после проделывания проема брус скрепили между собой длинными саморезами. Да, это не обсадная коробка, но все же. И сразу же приступаем к сборке направляющих для навешивания панелей Ничиха. Самый удобный вариант – профиль для гипсокартона. К деревянной стене дома его закрепим через скользящий уголок. Ну, понятно, для чего. Теплоизоляционные плиты Рокулу Фаербатс устанавливаем в распор между стойками каркаса. Плиты помогут исключить нагрев деревянной стены позади камина. Работать с ними одно удовольствие. Фиксируем плиты к стене саморезами с шайбой. Эффект теплового моста через саморезы в нашем случае крайне незначительный, так что бояться нечего. Ну, и подрезав плиты, все стыки проклеим фольгированным скотчем. Да и шляпки саморезов тоже заклеим. Нарезанные в размер панели нечиха крепим на специальные кляммеры. Не забываем следить за уровнем. Обратите внимание, между декоративной поверхностью и теплоизоляционными плитами оставили небольшой вентзазор. На предпоследней панели отмечаем центр оси дымохода, таким образом, чтобы труба проходила строго по центру нашего проходного короба. Прорезаем в панели отверстие под дымоход и параллельно начинаем работы по формированию проходного короба. Используем те же маты Roku FireBuds, установленные в распор между противоположными сторонами проема. Завершаем монтаж декоративных панелей. Заготовим себе колерованных саморезов. Они нам потом понадобятся для крепления декоративных фланцев, которые закроют проем в стене и кровле. Внутри фланца не забываем выложить слой базальтового картона. В проходном коробе сформируем внутренний короб из силиката кальция. Отличный материал. И пространство между стенками этого мини-короба и трубой дымохода позже мы обязательно заполним минеральной ватой. Определили из центра оси дымохода и приступили к формированию кровельного прохода. Фактически у нас получилось прямоугольное отверстие, которое сверху будет закрыто уплотнителем кровельных пароходов, а снизу с основным декоративным фланцем. Ну, об этом почти в самом конце. В доме дополнительная защита пола не нужна, так как уложена керамическая плитка, поэтому сразу на пол кладем стальной напольный лист, который будет служить и основанием для камина, и притопочным листом. Камин не самый легкий, больше 160 килограммов, поэтому для удобства переноски с него сняли все навесные элементы. Проверим все расстояния и приступаем к самому муторному этапу подгонки элементов дымохода. В нашем случае подрежем не только одностенный патрубок, чтобы горизонтальный участок трубы встал на свое место, но и, внимание, опять будем резать сэндвич трубу. Временно вынимаем пыш и удаляем часть засыпки. Напомню, что в трубах УМК в качестве основного утеплителя используется вспученный вермикулит. Кстати, если хотите, чтобы мы сделали отдельный выпуск про устройство дымохода, напишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Задняя стенка верхнего короба камина также подверглась небольшому тюнингу. Заново собираем дымоход, но уже ссадим его элементы на жиростойкий герметик. Представьте себе, герметик кончился прямо на съемке. Бывает? Это не может не работать. Укороченный сэндвич устанавливаем на место. Заполняем проходной узел минеральной ватой. Со стороны комнаты все у нас почти готово. На камин установили верхний декоративный короб, а снаружи фланцем в цвет дымохода. Сейчас мы закрываем короб и пока еще светло смонтируем дымоход. С помощью монтажной площадки и комплекта настенных опор закрепим дымоход к стене дома. Примерим сэндвич перед тем, как установить уплотнитель кровяных проходов. Закрепим его по периметру к кровле, не забыв промазать герметиком. Завершаем монтаж дымохода установкой последнего метро сэндвича с надетым зонтиком. Навесим хомуты и просиликоним фланец на дымоходе, чтобы внутрь проходного узла не попадала вода. Снизу в кровле закроем полосками из минеральных матов деревянной поверхности и затем уже закроем все это составным декоративным фланцем. Подготовим камин к тестовой протопке. Вернем на место плиты шамота, навесим дверцу, ну и, конечно, установим колосник. Все готово. В последнее время камины, не требующие дополнительной облицовки, очень популярны. В нашем ассортименте всегда есть топовые модели от компании Кокамин. Это и герой нашего сегодняшнего ролика Бавария Трестекла, и камин, который не так давно мы также устанавливали в загородном доме, Прага Трестекла, и просто невероятная линейка каминов Мюнхен. В общем, выбрать есть из чего. Заходите на сайт fornax.ru и в наши магазины Fornax в Новосибирске. Желаем вам теплых и красивых вечеров. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok